Всем привет, с вами Флекс, и мы презентуем наш персонализированный мини-ап для ментального здоровья принцесс Дисней. Just a Friend, Джав. Мы привыкли к тому, что принцессы веселые и жизнерадостные, но у каждой принцессы бывают жизненные трудности. Они сталкиваются на своем жизненном пути с проблемами, им как никому необходимо поддерживать свое ментальное здоровье. Мы долго думали и поняли, что нужно принцессам. Каждая принцесса мечтает о принце, поэтому мы представляем интеллектуального, заботливого, вежливого принца-бота Гаррика. Самое главное, что он просто друг. Что же может Гарик? Гарику всегда можно высказаться. Он всегда выслушает и поддерживает советом. Предложит полезное для ментального здоровья провождение времени. Но это еще не все. Помимо этого, в нашем приложении есть история настроения и сервисы. История настроения строится на основе общения с Гариком. В любой момент можно посмотреть, в какой день было плохое настроение, какое хорошее. Возможно, повторить то, что вы делали в день, когда было хорошее настроение, если вы хотите. И различные сервисы. Все мы знаем, что любят принцессы Дисней. Они любят петь с птичками. Поэтому мы предлагаем караоке, пение с виртуальными птичками, лично зашифрованный дневник, который ни одна мачеха не прочитает. Безопасные путешествия – это подборка мест вашего королевства. Ну и музыку по настроению. Возможно, погулять, расслабиться или помедитировать. Технологии, которые мы собираемся использовать – это Python, React и PyTorch. Внизу ссылочка, вы можете открыть проект Figma. Помимо этого, стоит сказать, что принцессы Дисней – это весьма платежеспособная аудитория. И к тому же мы являемся уникальными на рынке. Мы можем анализировать предпочтения принцесс. И мы можем предлагать им таргетированную персонализированную рекламу. А еще только сегодня у вас есть возможность всего за 25 баллов приобрести 5% нашего приложения. На этом все. Спасибо. С вами был Флекс. Вау! Впечатляющая презентация. Жюри, я уверена, здесь есть вопросы. Конечно, есть вопросы. Сразу первый же вопрос. А в условиях новой этики не боитесь ли вы столкнуться с обвинениями в сексизме? Может быть, не каждой все-таки принцессе нужен именно принц? Может быть, какой-то принцессе нужна все-таки принцесса или собачка? Конечно. Мы об этом подумали. И в дальнейшем у нас есть план развития нашего приложения. Во-первых, мы хотим переписать приложение с mini-app на нативное. И там будет большое количество расширений. Но они будут платные. И предлагать принцессу или, может быть, собачку мы планируем в платной версии нашего приложения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!